На сегодняшний день хочется поговорить о важности и актуальности темы рецидивов после онкогематологических злокачественных заболеваний, после уже выполненной аллогенной трансплантации костного мозга. Тема крайне актуальная, несмотря на то, что аллогенная трансплантация является крайне эффективным методом лечения острых лейкозов, особенно у высокой группы риска, несмотря на это, вероятность развития рецидива после трансплантации может достигать 60%. Что касается подходов к терапии после рецидива, после аллогенной трансплантации, среди них к ним относится и интенсивная химиотерапия, повторная реиндукция и достижение ремиссии в этой группе может достигать и 30%, где-то даже и 40%. Однако таких пациентов ремиссия не является долгосрочной и также крайне высокий уровень токсических осложнений. Также применяется иммунотерапия, это донорские лимфоциты, эффективность здесь может достигать, тоже по разным данным, у кого-то 25%, у кого-то чуть больше, где-то и до 40%. И также, особенно в последнее время, это применение моноклональных антител, где общая выживаемость может достигать и 60%. По нашим данным, с медианой наблюдения чуть больше двух лет она достигает 52%. И также к таким методам относится и повторная трансплантация аллогенно-гемопоэтических стволовых клеток. На этом слайде представлены также различные подходы к терапии у нашими британскими коллегами при острых лейкозах, которые рецидивировали после аллогенной трансплантации. Здесь показано, что интенсивная химиотерапия со сроком наблюдения 2 года общая выживаемость вообще менее 10%. И также здесь вы можете видеть, что касается донорских лимфоцитов, Что касается повторной трансплантации в мультицентровое исследование группы ЕБМТ, здесь проанализировано больше 2000 человек с различными гематологическими заболеваниями злокачественными. Общая выживаемость составила за один год наблюдения 40%, и за более долгосрочные около 5 лет это 20%, что также, наверное, не совсем удовлетворительно. И основная причина летальности сохраняется рецидив основного заболевания 45%. Это совсем недавние исследования тоже группы ЕБМТ, в состав которого вошли и наши данные. Здесь проанализированы дети, 373%. Здесь вы можете видеть общую выживаемость 43% за 2 года, чуть меньше за 5 лет. Для всей популяции общая выживаемость составляет 38%, и чуть меньше за 5 лет 29%. И также основная причина неудачи – это рецидив основного заболевания. Целью нашего исследования является оценить эффективность повторной трансплантации как методы терапии рецидива и изучить факторы, которые влияют на общую выживаемость пациентов после повторной трансплантации. Проанализировано нашим центром 36 пациентов, получивших аллогенную трансплантацию с различными злокачественными гематологическими заболеваниями, большей частью которых составили острые лимфобластные лейкозы, острые милфобластные лейкозы. Конечно же, основной причиной повторной трансплантации явился рецидив основного заболевания – 78%. На этом слайде представлены характеристики пациентов, где на момент первой трансплантации, здесь мы видим, что большинству все-таки выполнялась аллогенная трансплантация от неродственного полностью совместимого донора, чуть меньше родственных трансплантаций, и гаплоидентичный донор использовался у 9 пациентов. Также хочется отметить, что милоаблативный режим кондиционирования проводился у 19 пациентов, в большей части, и рик проводился у 12 пациентов. На момент повторной трансплантации источником гемопоэтических стволовых клеток служил неманипулированный промированный костный мозг. Здесь немного другая уже ситуация. Рики использовались у большинства пациентов. Я думаю, что понятно, почему. Также использовался посттрансплантационный циклофосфан в качестве профилактики реакции трансплантат против хозяина. Здесь вы видите базовую иммуносупрессию, которая использовалась. Общее приживление и ремиссии заболевания достигли 33 пациента. Это 90%. 91%. Общая выживаемость за 3,5 года наблюдения составила 46%. Мы не увидели значительной разницы между рик и мак подготовкой к трансплантации. Также перед повторной трансплантацией большинству пациентов была выполнена циторедактивная терапия. Либо это был ФЛАГ-протокол, либо гипометилирующие препараты, либо БФМ-протокол. И здесь мы четливо видим, что пациенты, которые ответили на циторедактивную терапию, я не буду говорить про ремиссии, потому что таких пациентов там было крайне немного, которые удалось снизить опухолевую массу. У них, конечно, общая выживаемость гораздо выше, чем у пациентов, которые были без ответа. Большинству пациентов тоже по понятным причинам была выполнена гаплоидентичная трансплантация, большинству со сменой донора. Также были пациенты, у которых по разным причинам не удалось выполнить смену донора. Это был тот же донор, и в меньшей степени это были пациенты с неродственным и родственным донором. Здесь мы не увидели статистической достоверной разницы. Я думаю, что еще тоже из-за настолько небольшого количества пациентов, где выполнялась трансплантация без смены. Практически большинство пациентов получили в посттрансплантационный период посттрансплантационную терапию. Это была либо иммунотерапия, введение донорских лимфоцитов, либо это была комбинация донорских лимфоцитов с другими препаратами, либо это были просто гипометилирующие препараты или поддерживающая терапия. В любом случае с терапией мы видим, что общая выживаемость здесь гораздо лучше, 62%, чем те пациенты, которые не получали терапию. Что касается частоты развития острой РТПХ, реакции трансплантата против хозяина и влияние ее на общую выживаемость. У тех пациентов, где мы видели инциденты острой РТПХ первой и хотя бы второй степени, общая выживаемость выше, чем у пациентов, у которых не было реакции трансплантата против хозяина вовсе. И то же самое касается и пациентов с хронической РТПХ. Сохраняется та же тенденция в плане летальности. В основном это рецидив основного заболевания у большинства пациентов, у 72%. Пострансплантационная летальность здесь представлена на слайде. И таким образом, в заключении, хотелось бы сказать, что повторная аллогенная трансплантация эффективна у детей с рецидивом онкогематологических заболеваний. Может быть использована в качестве метода терапии. И обязательным является циторедуктивная терапия, проведение по возможности циторедукции перед повторной трансплантацией, которая значимо улучшает достоверную, улучшает общую выживаемость. И обязательным является рассмотрение вопроса применения терапии после повторной трансплантации. Либо это иммунная терапия, либо какие-то поддерживающие препараты, либо гипоментилирующие, то, что значимо улучшает общую выживаемость. Отдельная благодарность нашему центру, всему нашему коллективу. Спасибо за внимание. Спасибо, Полина Валерьевна. Пока аудитория думает над вопросами, я попробую задать. Я мог это упустить, но я повторю. Прошу прощения, вернее, если я повторю. Вопрос. Исходы повторной трансплантации и срок рецидива после первой. Был такой слайд? Был такой анализ? Такой анализ в данной группе мы не проводили. Это все планируется также провести. Были очень ранние рецидивы, которые развивались до 60-го дня после трансплантации. Это, безусловно, было. Это один из принципиальных вопросов, потому что я не уверен, что я всей литературой владею на то, что мне попадалось. Там, скажем, отчетливо прослеживается факт, что рецидивы в течение 6 месяцев от первой трансплантации не имеют практически шансов. Там меньше 10% вероятности долгосрочной выживаемости. Поэтому этот анализ для интерпретации ваших данных, вот этот анализ, наверное, является важным. И второй вопрос. Вот та разница между пациентами, которые получали циторедукцию и не получали, она существенна, вопрос, может быть, я это тоже пропустил, в методической части, на чем было основано решение проводить циторедукцию или не проводить циторедукцию? Спасибо большое за вопрос. Если сразу говорить о втором вопросе, то, конечно, все зависело от соматического статуса пациента. То есть если пациент мог перенести циторедукцию, то есть, соответственно, мы ее проводили. Если пациенты были в аплазии, в тяжелой, с какими-то еще плюс осложнениями, то, естественно, мы не могли пойти. Тут уже выбирали более оптимальный режим кондиционирования на момент повторной трансплантации. Что касается первого вопроса, безусловно, здесь полностью тоже соглашусь. Я думаю, что в следующем исследовании это обязательно будет отражено. И, конечно, по данным литературы это абсолютно точно так и есть. Спасибо огромное. С этим, я думаю, мы все согласятся. Соответственно, те, кто не получал циторедукцию, они не получали в основном из-за тяжелого соматического статуса. Конечно. Продолжение следует...